Итак, ароматная курочка в апельсиновом маринаде и на подушке из грибов готова. Посмотрите, какая красота получилась! Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие подписчики и зрители моего канала, к сегодняшним видео я вас удивлю чем-то новым, вкусным, необычным. Это будет горячее блюдо, которое можно подать на праздничный стол, например, на новогодний или рождественский. Это голень, куриная голень в апельсиновом соусе. Получается необычно вкусно и очень-очень нежно. Давайте начнем приготовление. Итак, для приготовления этого блюда понадобится куриная голень. Посмотрите, я ее вымыла и обсушила. Приблизительно кило-килограмм 100 голени нам понадобится. Грибочки. Вот у меня 6 штучек шампиньоны среднего размера. Для маринада понадобится подсолнечное масло 70 грамм. Понадобится мед столовая ложка. Апельсиновый сок. Здесь у меня сок одного апельсина. И еще апельсин нам понадобится для того, чтобы он запекался вместе с голенью. И специи. Соль по вкусу. Сойвый соус 2 столовых ложки. Имбирь пол чайной ложечки. Два зубчика чеснока. Паприка 1 чайная ложечка. А также перец молотый. 1 чайная ложечка неполная. Вы, кстати, можете регулировать специи, какие вы хотите. Но если вы не знаете, что вы хотите, именно эти специи будут самым лучшим набором для приготовления этого блюда. Давайте начнем. Для начала. У меня есть форма. Вот такая жаростойкая, глубокая. В ней будет запекаться наша голень. Делаем соус. К апельсиновому соку добавляем подсолнечное масло. Можно использовать и оливковое, если есть. Мед. Мед у меня цветочный, домашний, свой. В качестве которого я не сомневаюсь. Хорошо все размешиваем. Добавляем соевый соус. Обязательно. Соль. По вкусу. Перец молотый. Паприка. Имбирь. Все хорошо. Замешиваем ложечкой до однородной массы. Осталось добавить только чеснок. Для этого беру чесночницу и пропускаю через чесночницу два зубчика чеснока. И отправляю в маринад. Запах, конечно, обалденный. Обязательно приготовьте именно этот маринад для курочки. Маринад готов. Он 10 минут настоялся. Теперь нужно замариновать голень. Выливаем маринад в миску с голенью. Руками хорошо все переминаем, чтобы каждая голень хорошо промариновалась. Накрываем все это дело пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Пока маринуется мясо, займемся грибами. Грибы, в данном случае шампиньоны, я помыла, обсушила и нарезаю их вот такими толстыми слайсами. Отправляю в противень. Так проделываю со всеми грибами. Хорошо замаринованное мясо отправляем на подушку из шампиньонов. Я думаю, что за 2 часа мясо хорошо промариновалось. Но, чтобы вы знали, чем больше мяса находится в маринаде, тем нежнее и вкуснее оно получается после запекания. У меня остался еще один апельсин и я решила его запечь вместе с голенью. Вставляю апельсин, дольки апельсина между голеней. Вот так. И заливаю оставшимся маринадом. Теперь в разогретую на 200 градусов духовку буквально на час и можно наслаждаться вкусом и ароматом голени в апельсиновом соусе. Итак, ароматная курочка в апельсиновом маринаде и на подушке из грибов готова. Посмотрите, какая красота получилась. Красивая, сочная, румяная, так и хочется уже скушать. Обязательно приготовьте такое блюдо, как горячий вариант на праздничный стол. Возьмите себе его на заметку. Понравилось мое блюдо? Ставьте лайк, делитесь с друзьями, а также напишите, какие горячие блюда готовите на праздники вы. Задавайте вопросы, буду отвечать. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok